Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Воины 9 июня Между Телином и Дашичао В Телине мы стоим часа два. Это и природой, а теперь и искусством очень укрепленная позиция. Стоя по направлению к югу, по правую сторону пути, я вижу в версте совершенно обнаженный, не то высохший, не то червем съеденный лес. Что это? Это мачты джонок из Ляохе. Мачты? Целый лес мачт. Сколько же их, этих джонок? Десятки тысяч. В Инкоу собирается больше сорока тысяч, а кругом зеленые поля с поднявшимися хлебами. Пшеница, ячмень, соя, бобы, чумиза, кукуруза, гаолян. Гаолян имеет очень высокий стебель, выше человека. И вследствие этого, чтобы не создавалось прикрытие, сеет его запрещают ближе 200 верст от железной дороги. Встречается много маку. Он уже цветет. Здесь мак сеют исключительно для собирания опиума. Собирают надрезами три раза в лето. Последний, третий сорт, низкого качества. После этих трех надрезов зерно получается мелкое, пыль и никуда не годное. В туркестанском крае поступают иначе. Надрезов не делают, а собрав зерно, скорлупу варят и навар пьют. Тот же опиум, то же действие. Здесь десятина маку дает до 500 рублей дохода. В этом году урожай на все хлеба обещает быть хорошим. Много сеют пшеницы и ячменя, хлеба, которых до прихода русских сеяли очень мало. Ошибки не будет в этом году. Пуд ячменя – 1 рубль 80 копеек. А средний урожай до 200 пудов при родовом посеве настолько широком, что конная пропашка легкой сахой, род сахи, производится свободно. Китайцы прекрасно знают свойства земли и пропахивают междурядье по нескольку раз в лето, вследствие чего земля и в сухое лето сохраняет влагу. Дмитрий Леонидович Хорват говорит, что культура теккинца еще выше. Там, кроме изумительной обработки, еще и орошение полей. С переходом реки в ведение русских инженеров орошение очень упало. Воды стало гораздо меньше в воросительных каналах. И туземцы говорят, где нога русского ступит, там трава сохнет. Инженеры тоже оправдываются. Вода уменьшилась в реках. В 1891 году голод в России погнал было переселенцев с Волги в те края, но через год они ушли обратно. Непривычное для нас дело. Надо ночью поливать поля. К трем часам подъезжаем к Мукдену. Все поля вокруг Мукдена усеяны буграми в полсажень высотой. Это могилы. Первоначально линия проходила в сорока верстах от Мукдена, благодаря этим могилам и хребту дракон, которого китайцы не позволяют пересекать. Но во время беспорядков 1900 года линию спрямили, и теперь она проходит и по могилам, и хребет дракона пересекает, и проходит в двух-трех верстах от самого Мукдена. Из окна вагона в пыльном тумане, сегодня жарко, душно и сильный ветер, обычное и очень надоедливое здесь явление, я вижу Мукден, его высокие стены, еще более высокие с надстройками городские ворота. Их по странам света четыре. Вижу какие-то башни, старинные, темные, выше стены, выше ворот, выше города. На вокзале рикши и на них уезжающие в город офицеры. В самом городе, кроме служащих китайского банка, никто из русских не живет. В Мукдене стояли минут десять, на заказанный обед посмотреть только успели, и, упав духом от разных неприятных новостей, поехали дальше. А хорошо было бы пообедать. Обещали цыплят. В этом году никто еще из нас цыплят не ел. Несколько человек села новых и едут с нами до Ляуяна. Между прочим, начальник отделения Южной ветви дороги и сын Николая Александровича Демчинского, Юрий Николаевич, молодой кандидат университета. Они были и под Вафангоу первого и второго июня. О приезде своем Николай Александрович не извещал сына, и мы были свидетелями их трогательной встречи. А затем засыпали расспросами про Вафангоу Юрия Николаевича и других. Как всегда, в таких случаях вопросы сыпались со всех сторон в беспорядке и мешали какой бы то ни было связной передаче. Сколько наших пало? Тысячи четыре с ранеными. А японцев? До десяти. Это верно? Ведь они шли густыми колоннами по батальон на плечо в плечо. Общее мнение, что не меньше десяти тысяч. Ну что же они из себя бойню какую-то устраивают? Вы знаете, на их плечах находят надписи. На груди — победа, а ниже — смерть. Я напротив слыхал, что полторы тысячи всего японцев. А кто их считал? А вот будут донесения Куроки. Разве этим донесениям можно верить? Безусловно. У него только прием сообщал не в раз, но лжи нет. Легких ран Куроки тоже не считает. Это и во флоте у них так. Что может быть починено, из строя, значит, не выбыло. Но постойте, что произошло 2 июня? До трех часов дня сражение было безусловно в нашу пользу. Левый фланг. Кто командовал? Спрашивает князь Степан Николаевич Хилков. Я смеюсь, потому что Степан Николаевич отлично знает, кто командовал. Но ему просто приятно услышать лишний раз имя генерала, которому еще до сражения он предсказывал блестящую будущность. Генерал Гернгросс. Хорошо командовал? Спрашиваю я. Беликолепно. Он, кажется, был ранен в Десну и остался в строю? Ну, спрашивает равнодушно Степан Николаевич. В Десну? На другой день только оказалось, что он был и в спину контужен. И он молчал, чтобы не тревожить армию. Вот! 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 Иступленно кричит Степан Николаевич и бьет кулаком о стол. Ну, левый фланг перешел в наступление. Вы понимаете, что произошло? Японцы расстреляли все патроны. Когда наши полезли на них в штыки, они стали бросать камни. Но в это время приказ отступить. Пришлось два раза повторить приказания солдатам. В чем же дело? В чем дело? Японская артиллерия засыпала буквально нашу батарею в центре. Заставила ее замолчать. А затем японские войска прорвались через центр. Кто составлял центр? Два батальона четвертого полка. Они под натиском отступили прямо в горы. А японцы начали окружать наше левое крыло и наседать на правое. Когда правое стало подаваться, несмотря на прекрасную работу 36-го полка, тогда было отдано приказание отступать. Но к тому времени, когда пришло приказание, картина уже переменилась. Подоспел Тобольский полк и так насел на японцев, что... Вот что произошло, понимаете? Левый наш фланг уже перешел в атаку. Тобольский левый центр поддерживает. Правый наш отступает. То есть вся боевая линия поворачивается на своей оси и должна стать перпендикулярна по прежнему положению, открыв на время станцию. Но в это время началось отступление, и со станции успели убрать все вагоны. Во время отступления произошла самая сильная убыль. Патроны же вышли у них. Ружейные. И только на левом фланге. А артиллерия стреляла до конца. Бой второго вышел почти артиллерийский. Их артиллерия хорошо бьет. Идеально. У них такие планы, что расстояние они берут прямо с планов и в неподвижную цель. Как, например, артиллерия. Бьют без промаха, и все в раз. Одну батарею подобьют, к другой переходят. Шрапнельная стрельба прямо ад. Обсыпает. Впечатление угнетающее. Те шестнадцать орудий, которые мы оставили, говорят, все равно никуда не годятся. Но при таких условиях и наступление не поможет. И именно поможет. Раз до штыков добрались, при чем тут тогда артиллерия? Самое пагубное ее действие только до наступления, пока не подошли. Или после наступления. В Ляо Ян приехали уже вечером. В Ляо Яне пусто. Главная квартира в Дашичао. Там и командующий армией. Маленький домик командующего, занимающий центральное положение на площади. Вся площадь темная, и только кое-где мерцают фонари. Но во всех канцеляриях по-прежнему огоньки. И все та же напряженная, без перерыва, работа там. Кончил свой служебный доклад, и выясняется, что сегодня же ночью, в том же обществе, я еду дальше на юг, в Дашичао, Гайчжоу. А если можно, и дальше. Словом, туда, где теперь самое животрепещущее место. Где все сосредоточено и все напряжено. В два часа ночи мы кончаем все дела в Ляо Яне и отправляемся спать в вагоны. Из своих спутников никого не видал. Сергей Иванович окончательно перешел в наше управление, и теперь где-то чинит грунтовую дорогу. Виктор Петрович такую же дорогу устраивает от Хайчена. Его я завтра увижу. Многих увижу в Дашичаоу. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6. Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует... Продолжение следует...